Есть ли какая-нибудь поддержка за высокий балл ЕГЭ? Будут ли расширять общежития для студентов? Бесплатное питание в школах для детей и военнослужащих? Как быстро определить ребенка в детский сад? Ремонт школ, меры поддержки талантливых детей и педагогов, уроки финансовой грамотности? Эти и другие вопросы касаемо развития бюджетирования сферы образования обсудили сотрудники органов власти и активные приморцы. Планируется ли в следующем году проводить подобные программы и какие планы на развитие этого предмета в будущем? У нас очень большие тесные связи по финансовой грамотности с Дальневосточным федеральным университетом, потому что они реализуют ряд проектов с банками, в том числе со всеми коммерческими банками, которые расположены здесь на территории края. И мы однозначно будем продолжать эту работу. И, коль вы интересуетесь этим вопросом, то ждем от вас конкретных предложений по вопросам финансовой грамотности, поскольку вам виднее вашему поколению. Сегодня в крае функционируют больше тысячи образовательных организаций. Работают более 54 тысяч работников, из которых 26 педагоги. Они обучают более 377 тысяч приморских детей. По качеству образования Приморский край поднялся 72-го места в 2021 году на 25-е в 2023-м среди всех субъектов страны. Так, образование занимает одно из важнейших мест в структуре расходов проекта краевого бюджета на следующий год. В проекте бюджета на 2024 год уже предусмотрено около 40 миллиардов рублей. В краевом бюджете расходы на образование занимают наибольший удельный вес, это более 20%. Значительную часть этих средств, а именно 80%, более 32 миллиардов рублей, мы передаем в органы местного самоуправления в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Это непосредственно сам образовательный процесс, это ремонтные работы. Задача сегодня – обеспечить образовательное равенство для каждого школьника и повысить качество образования в регионе. Основными трендами на 2024-2026 годы станут сохранение заработной платы педагогов на уровне средней по краю, организация патриотического воспитания с привлечением организаций, обеспечивающих летний отдых детей, осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, поддержка молодых специалистов и другие направления. За пять лет объем финансового обеспечения, как сказала Вера Георгиевна, вырос в два раза. Это наглядно свидетельствует о том, что образование – это потенциал развития края. Для реализации доступности дошкольного и школьного образования с 2024 по 2026 годы планируется ввести более 5000 мест в шести учреждениях. Это два детских сада в Артеме и Уссурийске, две школы в Владивостоке, по школе в Уссурийске и Надеждинском муниципальном районе, что составляет более 5 миллиардов рублей как средств краевого бюджета, так и частных инвестиций. Также в 2024 году в Приморье продолжат реализацию национальный проект «Образование». Откроют свои двери центр одаренных детей, точки роста, айти-клубы, центры цифрового образования. Эти направления стали приоритетными при формировании бюджетной политики на следующую трехлетку. Анна Дьякова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.